Всем привет, с вами Алиса. Давно не виделись? Хотите узнать, что это новое вместе? Погнали! Каждому виду психики подходит свой вид деятельности. Например, люди с аутизмом могут выполнять работу, которую другому человеку покажется скучной. Так наша героиня Екатерина Волкова, вопреки своему диагнозу, смогла занять должность администратора в детской поликлинике. Давайте с ней познакомимся. В Челябинске в детской поликлинике номер 8 работает особенный администратор Екатерина Волкова, девушка с расстройством аутистического спектра. Для обычного человека ее работа покажется однообразной, но для Екатерины это кладить удовольствие и новых задач. Я долгое время не могла найти работу по своей специальности. Я училась на библиотекаря. Сложностей не было, потому что очень хороший и добрый коллектив. Работу удалось найти благодаря обращению в организацию «Звездный дождь». Данной организацией занимается поддержкой людей с ментальными особенностями в развитии. Я со «Звездным дождем» познакомилась после того, как моя старшая сестра съездила в лагерь за смыслом. Она помогает ребятам с аутизмом. Родители приходят с детьми и они проводят диагностику. Предоставить вакантное место для Екатерины согласился главврач детской поликлиники Антон Рыжий. Среди обязанностей Кати – коммуницировать с пациентами, выдавать талоны и подтверждать явку на прием через инфомат, а также следить за младшими посетителями больницы. Мне с детьми очень нравится. Я им выдаю раскраски. Когда им даю раскраски, я им в ответ улыбаюсь. Они мне улыбаются, они меня приветствуют. Интересы человека с аутизмом могут быть схожи с интересами ребенка. Катя признается, что очень любит мультфильмы и рисует понравившихся персонажей. Самыми лучшими портретами она делится в социальной сети ВКонтакте. Я в детстве ходила в музыкальную школу, и там был кружок по рисованию. Я еще ходила в наше место. Там туда ходят ребята с разными особенностями. И они там проводят разные мастер-классы. Свободный танец, живопись и так далее. Наше место это инклюзивный клуб. Помимо работы, Катя активно занимается волонтерской деятельностью в «Звездном дожде». Девушка регулярно помогает в организации благотворительных акций и посещает мероприятия для людей с ментальными особенностями. Так, осенью 2023 года Екатерина броняла участие в программе «Я экскурсовод», на которой каждый из ребят должен был представить видеоэкскурсию одного из мест Челябинска. Для этого нужно было самим написать сценарий и обучиться видеомонтажу. Мне очень нравится быть волонтером в «Звездном дожде», в «Искорке», когда у них какие-то мероприятия. Если я пишу и спрашиваю, нужна ли помощь, они мне уже говорят, нужна или нет. Главное для человека с ментальными особенностями найти единомышленников и не оставаться в стороне и одиночестве. Так, благодаря волонтерам из организации «Звездный дождь», Екатерина со своими друзьями недавно побывала в Санкт-Петербурге и Казани. Мне очень понравилось, потому что, когда мы ехали в купе, нам в купе принесли наши альбомы. Потом нам раздали фотографии с путешествия, и мы делали записи. Ходили к друг дружке в купе и оставляли какие-то пожелания. Я пожелала в основном счастья и здоровья. Екатерина своим примером показывает, что несмотря на такой диагноз, как аутизм, можно работать на любимой работе, приятно проводить время с друзьями и получать удовольствие от жизни. Привет всем любителям видеоигр, с вами Level Up. Сегодня я тебе расскажу о трех симуляторах, где ты возьмешь на себя роль повара, строителя и третью секретную игру, о которой ты узнаешь в конце выпуска. И первая игра — это кукинг-симулятор. Это симулятор кулинарии. В этой игре тебе предлагается стать шеф-поваром и управлять кухней, готовить разнообразные блюда и удивлять гостей своего виртуального ресторана. Тебе доступны различные кухонные инструменты, продукты, рецепты и техники готовки для того, чтобы создавать вкусные блюда и поддерживать порядок на кухне. В кукинг-симулятору уделяется внимание реалистичной технике приготовления пищи, что добавляет аутентичности игровому процессу. Игра позволяет не только готовить блюда по заранее заданным рецептам, но и экспериментировать, вносить свои заметки и улучшать производственные процессы. Также возможно создание своих собственных кулинарных шедевров и поделиться ими с другими игроками. Игра имеет детально проработанную графику, атмосферную музыку и звуковые эффекты, создающие уютную обстановку на кухне. Погрузившись в мир кулинарии, в роли шеф-повара ты насладишься процессом, и твои гости точно останутся довольными. Вторая игра точно понравится любителям создавать что-нибудь новое. House Flipper – это симулятор ремонта и дизайна домов. В игре ты возьмешь на себя роль частного ремонтника, который приходит на различные объекты, чтобы убраться, отремонтировать поломки, обустроить сад с целью получения прибыли. Задачи, которые можно выполнять, включают покраску, укладку плитки, уборку, покупку мебели, установку сантехники, снос стен и так далее. Ты можешь ремонтировать и персонализировать свои собственные дома, чинить их в квестах, покупать дома для ремонта и продажи. Игра включает каталог, который позволяет тебе просматривать различные варианты мебели – обоев, дверей, окон, растений, декораций. Успешное выполнение заказов позволяет зарабатывать деньги и повысить репутацию, что открывает доступ к новым объектам и их возможностям. Игра ставит перед игроком различные задачи и вызовы, помогая развивать навыки ремонта и дизайна. House Flipper предлагает тебе возможность почувствовать себя настоящим дизайнером интерьеров, позволяя воплотить свои идеи и умения в виртуальном мире недвижимости. И перейдем к последней игре на сегодня – Supermarket Simulator. Это игра-симулятор, где ты будешь управлять и развивать собственный супермаркет. Игра позволяет тебе создать свой собственный магазин, заказывать на склад различный ассортимент товаров, устанавливать цены, нанимать персонал и следить за финансовым состоянием бизнеса. В игре даже можно взять кредит, если не будет хватать денег. Supermarket Simulator обладает различными режимами игры, включая режим карьеры, где тебе предстоит достичь определенных целей. Также есть режим свободной игры, где ты можешь развивать свой супермаркет без каких-либо ограничений. Игра имеет детальную графику с различными видами товаров, интерьерами магазина и анимациями персонала. Она также предлагает различные возможности настройки и улучшения магазина, а также множество квестов и задач, которые помогут расти бизнесу. Ты получишь возможность почувствовать себя в роли владельца супермаркета и узнать, что требуется для эффективного управления таким бизнесом. На этом все, друзья. С вами был Level Up и мы уже увидимся на следующем уровне. Всем удачи, всем пока. Танцы – это отличный способ поддерживать свое тело в форме, при этом оставаясь в прекрасном расположении духа. Попробуем новое направление. Бегом на тренировку по бачате. Привет, спортсмен! Любишь танцевать и хочешь улучшить физическую форму? Тогда ты точно оценишь нашу сегодняшнюю тренировку – бачата DanceFit. Это танцевальная фитнес-программа, основанная на движениях бачата, популярного латиноамериканского танца. Она сочетает в себе базовые шаги с кардио-упражнениями, что делает тренировку не только эффективной, но и увлекательной. Заинтригован? Давай попробуем вместе! Бачата DanceFit – это все-таки танцевальная программа. Фитнеса здесь совсем немножко. Но в любом случае мы потеем, у нас поднимается давление, хорошо работает сердечная мышца и, конечно же, напрягаются руки, потому что с вялыми руками ты это все не поделаешь. Очень хорошо работают бедра, мы их и разминаем на разминке, и затем в танце – это основное движение. Вот, поэтому все мышцы в тонусе. Это такое направление, которое доступно всем. Поэтому даже если человек приходит с нуля, он в любом случае, не с первого занятия, конечно, но научится танцевать. Для этого она и создана. Потому что бывает бачата Lady Style – это тоже сольная женская бачата, но там готовят профессионалов. И есть парная бачата, там тоже посложнее, потому что нужно взаимодействовать с партнером. А здесь, в принципе, с нуля приходишь, кайфуешь, наслаждаешься собой. Вообще, это достаточно такое безопасное направление, в отличие от всех других танцев и тренировок вообще. То есть здесь тебе не упадет штанга на ногу, не залетят каблуком на high heels в лоб. Поэтому здесь важно подобрать правильную обувь с мягкой подошвой, чтобы хорошо чувствовать стопу. Ну и, в принципе, чувствовать пространство вокруг себя, чтобы хотя бы рукой никому не залететь. Базовый шаг. Ножка правая, бедро наверх идет левая. Раз, два, три и четыре. Пять, шесть, семь, восемь. И левая. Раз, два, три. Правая. Опять правой. Повернулись. Встали. Левая нога у нас на носочке. Она сейчас идет в ронт. Оп. В корпусе волна. Дальше. Ручки провожают ножку влево. Угу. Проскользили. Вернулись. Перенесли вес. И делаем восьмерку. Раз, два, три, четыре. Батчата Дэнс Фит помогает улучшить кардиовыносливость, координацию и укрепить мышцы. Под зажигательные латинские ритмы участники не просто танцуют, а выполняют упражнения, что делает тренировку веселой и увлекательной. Друзья, присоединяйтесь к нам снова в следующем выпуске «Импульс». И помните, что танцы – это эффективный способ поддерживать себя в форме. До новых встреч на тренировках! Кажется, к нам большими шагами идет новая порция приколов. Давайте посмотрим, что на этот раз для нас приготовили зумеры. Хей! В эфире рубрика «За зумерами». С вами мемолог Виктория Ильченко. И сегодня я расскажу про актера, мемы с которым до сих пор продолжают постить, печатать на кружках и скидывать друзьям с подписью. Да это же точно я! Итак, погнали! Мемы с актером Райаном Гослингом каждый день развлекают множество юзеров соцсетей. А мрачный Гослинг на протяжении нескольких лет остается примером для подражания. Ироничным или нет, порой понять очень сложно. Актер известен широкой публике благодаря съемках в таких фильмах, как «Дневник памяти», «Ла-ла-ленд», «Драйв», «Барби» и многих других. У актера было много ролей, но для Рунета он молчаливый и страдающий аутсайдер, который носит белую куртку с золотым скорпионом, жует зубочистку и катается на машине под песню «Найт кол». Для пользователей соцсетей Гослинг стал необычной ролевой моделью. Люди смотрят на него и говорят «Вау, да это же буквально я». Мемы про Гослинга живут годами, а его мрачный образ отлично вписался в реалии российской действительности и даже создал свою субкультуру. Появление в красочном рамкоме «Барби» совсем не помешало, а наоборот добавило популярности мемам с актером. Можно сказать, что мемов с мелодхоличным Райаном Гослингом в России больше, чем во всем остальном интернете. Актеру подсвящены куча пабликов с миллионами подписчиков, например, Райан Гослинг на каждый день. Можно сказать, что Райан Гослинг стал не только знаменитым и востребованным актером, но и своего рода интернет-феноменом. А на этом у меня все. С вами была мемолог Виктория Ильченко. Ставьте лайки, кидайте в комменты свои любимые мемы с Гослингом и, конечно же, держите в курсе. А на этом было все. Не расстраивайтесь, ведь скоро я вернусь к вам с новыми интересными событиями. Расширяйте границы вместе с Молодежным проспектом. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин